Всем привет! С вами Крым Глазами Местных! Привет, дорогие друзья! Смотрите, какой сегодня у нас день интересный! Я хочу поздравить всех с праздником! Сегодня день воссоединения Крыма с Россией! Ура! Десять лет юбилей! И в честь этого открывается тропа Со стороны Ялты, с кордона Грушевая Поляна Мы сейчас здесь находимся И вот ждем, ждем открытия, уже туман Сегодня просто день, конечно, очень уникальный Холодно сейчас в районе 4 градусов Но тут все уже замерзли Да, ну, если кто не знает, то в связи там с паводками В общем, дорога разрушена есть И со стороны Алушты сейчас въезда нет Вот, ну, открыли сегодня въезд со стороны Ялты Грушевая Поляна, да, это как на Долосы ехать В общем, снизу там это минут 12-15 С Массандры подниматься сюда Вот, ну и проход будет стоить в 800 рублей Это до кордона Красный камень В дальнейшем еще маршрут сделают до Беседки ветров, по-моему, будет стоить Да, сейчас пока из-за погодных условий не открыли этот маршрут Но чуть позже они будут открываться до Беседки ветров и до Дубравы Там, кстати, сказали, что будут экскурсоводы на каждой точке То есть можно будет послушать экскурсию Но вот ты сказал проход, проезд Проезд Это автомобильный маршрут сейчас открывается Буквально сколько, дней 10 назад открыли пешеходный маршрут Тоже до кордона Красный камень Мы собирались пойти, но потом посмотрели, что 12 километров Мы выберем погоду получше, посолнечнее, наверное, когда будет более так приятно Проход стоит 300 рублей пеший маршрут И также веломаршрут тоже можно на велосипеде покататься Субтитры добавил DimaTorzok Знакомьтесь, это наши друзья Элла и Анечка Здравствуйте С ними мы будем часто видеться Это люди, которые душой и сердцем болеют за наш Крым, за природу, за заповедники Мы находимся с Юлей в начале маршрута На данный момент он является пешим, велосипедным и также будет автомобильным с сегодняшнего дня Я когда узнала, что открывается пешеходный маршрут, я посмотрела, это 12 километров Не каждая силит 12 километров туда и обратно Но требовали пешеходный, мы будем еще прокладывать пешеходные маршруты Я уверена, что у национального парка все впереди Мы будем активно работать с этим И пешеходные маршруты будут И будут они намного удобнее, благоустроеннее и лучше для наших гостей, для наших жителей Я, конечно, и Алла Шотовна очень бы хотели проложить один из таких маршрутов Не по асфальтированной, а как все хотят, ну давайте говорить открыто По лесной зоне Этот вопрос поднят, мы его решаем Здесь для царской семьи на территории нынешнего национального парка Некогда были созданы такие угодья, где царская семья могла охотиться Ну, кстати, никто, кроме царской семьи, больше это делать не мог Любая хозяйственная деятельность была запрещена Территория на тот момент была всего 3000 гектар И как раз-таки 1919 год Это год, когда мы наследуем то, что это и есть у нас на данный момент Территория тогда была, по-моему, около 14 тысяч гектар Сейчас территория намного больше, 34 тысячи гектар В этом году мы, кстати, отметили 105 лет Соответственно, с дня образования здесь национального парка Сейчас мы на Грушовой поляне или Грушовый кордон, как его еще называют Так вот, отсюда, в принципе, мы с вами и будем, скажу простыми словами, стартовать Очень правильно Музыка Музыка Итак, первая наша остановка Пучкош Сейчас Номанечка расскажет несколько интересных фактов Ну, здесь вот такой вот участок, можно сказать, зона отдыха, да? Беседка Да, здесь у нас беседка, соответственно, беседка можно воспользоваться, когда поднимаетесь по маршруту Ну, и здесь открывается шикарный вид на ущелье Учкош Ну, вообще нужно отметить, что Учкош было сформировано еще сотни лет назад Благодаря как раз-таки речушке, которая здесь достаточно полноводная Так как все-таки берет свое начало в горах И вот благодаря этой речке появилась вот эта вот урочище Учкош Безумно живописная Огромное количество туристов любит посещать эту территорию в ущелье Учкош Ну, понятное дело, что на данный момент здесь не пройти Напоминаю, что это граница с заповедным Крымом С Ялдинским горнолесным заповедником Как раз-таки там маршрут пешеходный И я надеюсь, что мы в скором времени тоже здесь сделаем какой-то пешеходный маршрут Чтобы тоже можно было полюбоваться, посмотреть поближе и пройтись, соответственно, по самому урочищу Ну, пока вот можем смотреть сверху Слушай, ну воздух тут, конечно, просто, я не знаю, такой вкусный Я вот дышу, и мы наедаем Ну, что удивительно, кстати, со стороны Луж-то, когда вы заезжаете, там же лиственные деревья А здесь как раз-таки хвойные И в этом плане наш национальный парк крымский уникальный Не просто одна хвоя, но еще буграб, дубы со стороны Луж-то Здесь, да, здесь наша крымская сосна, красавица Такая красивая беседочка для отдыха, посмотрите Класс, на привал с таким видом просто фантастика Внизу речка шумит Речки Класс Название переводится как ущелье трех гор По мнению геологов, Уч-Кош представляет собой тектоническую трещину, которую размыли воды реки Бала Его протяженность 5,5 километров Это самое длинное ущелье на южном берегу Крыма Главная достопримечательность ущелья леса из сосны крымской, который является одним из основных климатообразующих факторов южного берега Крыма К сожалению, по вине людей тут очень часто бывают пожары Я помню только один, вот именно с 2014 года Может кто-то еще вспомнит, напишите в комментариях Ну а раньше, конечно, до 2014 года, каждый год, каждый год здесь были пожары Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами, да, приехали на так званый кордон прохладный И к источнику золотых жерло Ну понятно, что это отголоски советского периода названия А вообще при царской семье название носила царская кухня Источник, кстати, до сих пор функционирует Горная вода и вот муляж, о котором я говорила, я, наверное, не подниму Ну, сам факт, что сделали, видите, вот старый краник Вот, чтобы воссоздать то, что было А это открывается? Она открывается, да, да, да Она открывается, можно посмотреть Откуда идет вода, представляете? Она фильтруется, да Также мы по пути проехали тоже остановку Лунный камень называется Но почему-то там не остановились Там не остановились, там можно останавливаться, понятное дело Но по времени мы сегодня уже не сильно остываем Друзья, кто знает какую-нибудь информацию про лунный камень Обязательно напишите в комментариях Если вообще делитесь, мы будем рады, может быть, новым каким-то архивным данным Вообще это все Вся эта информация из архивов на данный момент на вес золота Архивы, как известно, открываются у нас Новая информация поступает И всегда мы будем рады, если вы будете ей делиться с нами Лес здесь такой сейчас волшебный Туман, прям пелена, посмотрите, как красиво Гор на лесной части обитает более трех тысяч беспозвоночных Это пауки, клещи, многоножки, моллюски, ракообразные насекомые Из них самый многочисленный класс насекомых Ну и, конечно, ехать нужно не спеша Потому что в любой момент могут выскочить косули Их нужно по-любому запечатлеть на камеру Не, а я говорю нашим зрителям Так что не спешите, тем более природа такая Просто наслаждение Маршрут всего 12 километров Не успеете моргнуть, как уже на Красном Камне А там нас ждет интересная экскурсия Друзья, не ожидали? 18 марта, туман, снег Вообще какая-то невероятная погода стоит Мы находимся на кордоне Красный Камень Здесь музей партизанской славы Это конечная точка этого маршрута Который начинается с Грушовой поляны Мы сегодня с вами проехали по этому маршруту Сказка о 12 месяцах Правда, солнышко выглянуло совсем на чуть-чуть Но ничего Мы пока сейчас на экскурсию сходим А может потом туман развеется И отсюда открываются Умопомрачительные виды на Ялту Здесь одни из самых красивых видов на Ялту Потому что они не такие раскрученные Во-первых, здесь такая закрытая территория Здесь мало кто бывает Экскурсия стоит недешево Но сейчас уже открыли маршрут более доступный Поэтому, я думаю, многие смогут посмотреть эти виды Что я вам желаю сделать обязательно Конечно же, это достаточно знаковый такой объект По причине того, что именно здесь в 1941 году Базировался лагерь нашего ялтинского партизанского отряда Ну и в 2015 году был достаточно здорово Взгляд торжественно, вообще безумно, атмосферно Сделан музей, который мы сейчас посетим И экскурсовод нам расскажет все подробности Вообще того, тех времен, того периода Вот так вот тебе дорожку постелили Это не только мне Я Вейкин Владимир Владимирович С 60-го года рождения Родился в городе Воронеже Закончил Киевскую сельскохозяйственную Ордена трудового красного знамени Сельскохозяйственную академию По специальности инженер лесного хозяйства И с сентября 1982 года работаю здесь Сначала работал начальником ПХС Потом помощником лесничьего Потом лесничьим Ну а в последние годы 10 лет работал Начальником музея партизанской славы На кордоне Красной Камени Где мы сейчас и находимся Ну мой отец Вейкин Владимир Васильевич Занимался охотничьим хозяйством В то время заповедник носил название Крымский природное заповедное охотничье хозяйство Вот и он был главным охотоведом 5 мая 2015 года Торжественно Вот на этом месте Здесь внизу На поляне Был открыт музей партизанской славы Почему он здесь создан был? Один из первых боев В 41 году 19 ноября Проходил на этом месте Крымские партизаны В составе пятерки Андреевская пятерка Здесь так сказать Были они разбиты по пятеркам Партизанские отряды Приняло первый бой 19 ноября 41 года Руководством Биттера Начальника Гарнизона Который находился в Ялте И в сопровождении предателя Который находился на Грошово поляне Пришли сюда И ночью незаметно выпал снег Окружили партизанский отряд Этот небольшой И застали их врасплох Пытали Андреева Значит расстреляли Перед тем сожгли его на костре Ноги Вот Но В результате выстрелов Которые успели сделать партизаны Рядом Которые партизанские отряды Несколько было Пришли и приняли бой В результате короткого боя Этот Биттер был уничтожен Вот Начальник гарнизона Ялты Вот И еще несколько карателей Были уничтожены После этого В Ялте Начались Террористические акции Устрашающие Много людей было расстреляно И повешено Почему здесь открыт музей Он отлицетворяет Все партизанское движение Крыма Которое на территории Крыма С 1941 по 1944 год Находилось сопротивление Крымские партизаны Подпольщики И люди Которые были неравнодушны Значит К этому делу Вот здесь Музей Их фамилии Их вещи Их документы Мы можем сейчас увидеть Музей состоит из пяти залов Вот мы сейчас находимся В первом зале Который Показывает начало Войны Вот мы здесь посмотрим Аншлаги И окончание войны Результаты военных действий Значит вот Перед вами Огромная Стела На которой Приблизительно Около 4800 фамилий Погибших Пропавших Без вести Вот здесь На плакате Структура Партизан Партизан Делали Делали диверсии Партизан 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 Вот в ящиках Партизан 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 Значит в этом зале Можете посмотреть Три этапа было В 42-м году В начале 42-го года В основном Партизан Помогали Легкие самолеты Которые Прилетали Из Севастополя У-2 И морская Они сбрасывали Продукты Питание Вооружение Патроны Взрывчатку Для диверсионных Работ Вот Во втором Третьем Этапе Уже Привозили Личный Состав Забирали Раненых Привозили Большое Количество Боеприпасов И новые Виды Вооружения Это Применялись Двухмоторные Самолеты Которые Садились Уже В районе Демиджи Есть аэродром Такой Имитированный И вот там Они садились Большие Двухмоторные Самолеты А сюда В эту местность Прилетали Только У-2 Которые Садились На маленьких Самодельных Аэродромах Вот здесь Можете Посмотреть Запчасти От самолета Который Упал у нас На территорию Заповедника У-2 Каленвалы Поршня Ну вот И тут Представлены Некоторые Виды вооружений На стене Ящики С патронами Мины Которые Использовались В это время Вот такие Были Всего Простенькие Медикаменты Вот такие Бутылочки Йод На шатырный Спирт Все простенько Билы Инструменты Которыми Делали Операции Вот так Вот такими Ножовками Это конечно Ужас Да Вот Все равно Женщины Помогали Медсестры Которые Тоже активно Участвовали В борьбе С немецко-фашистскими Захватчиками Сохраняли Жизни Партизан Вот это Инструменты Быть Посмотрите Вот такими Лопатами Топорами Пользовались Партизаны Там вот Котелки Есть На которых Варили Еду Вот котелок Посмотрите Немцы Немцы Когда приходили Они все Уничтожали И ложки И вилки И котлы Взрывали Они так Ненавидели Партизан Что просто Не могли Ничего Оставить Вот такие Были Надены Швейные Машинки Вот От нее Запчасти Когда в 44 Году Весной 44 Года Немцы Чувствовали Что уже Скоро Значит Их Выгонят Отсюда Они Агрессивно Участвовали Просто в агрессии Местного населения И местные села Некоторые Просто целиком Жители уходили В партизанские отряды Чтобы их просто Не расстреляли Геноцид Да Вот Как раз Семья Показана Фотография Семья Фроловых Вот То что у них было Брали с собой На подводы И уходили Вот как раз Найдена Вот такая На месте Партизанского отряда Запчасть От машинки Швейные Здесь Если мы можем Посмотреть Результаты Партизанского движения На плакате Вот Много Немецко-фашистских Захватчиков Более 30 тысяч Было уничтожено Партизанами Эшелоны Машины захвачены Повозки Скот отбит Так что Партизаны Очень много Сделали Для того Чтобы приблизить Победу Общую Нашего народа И в 44-м Году весной 44-го года 19 мая Крым был полностью Освобожден От немецко-фашистских Захватчиков Всего за месяц Практически Спасибо за экскурсию Большое вам Да Можно бы пожать руку А конечно Очень тяжело Партизанам Было условие Потому что В основном Погибали от голода Холода И болезни Не столько От боевых действий А столько От таких Тяжелейших Условий Уживания Потому что С местным Населением Контакт был Не очень сильный Потому что За контакт С партизанами Просто Расстреливали Сжигали Выжигали Деревни Полностью Села Книга Почетных Гостей Которые Проводят Записи 13 сентября 15-го года Музей посетил Владимир Владимирович Путин И Бернускони Сильвия Вот они Владимир Владимирович Написал нам Здесь Вот такое Пожелание Больничный Почерк Я бы сказал Все великие люди Ленин Спасибо за вашу работу За сохранение Памяти О павших Героях За сохранение Памяти О героическом Прошлом Нашей страны Нашего народа За сохранение Памяти О нашей победе Владимир Владимирович Путин 13 сентября 15-го года Золотов 19-й год Вторая запись Так Шульгин 21-й год Это Артихов 23-й год Александр Артемонов 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 23-й год Ну а это уже у нас четвертая книга Это просто книга Сейчас я подожду Гостевая книга Это люди, которые приходят сюда После экскурсии Как посмотрят Вот они оставляют записи Друзья, последняя запись Наша 18-го марта 2024-го года Это такая Дата Значимая Для Крыма Ну и продолжайте традицию Не забывайте оставлять Своё письмо Да, друзья В музее Конечно Очень холодно Сейчас Мне кажется На улице Сейчас теплее На улице Так что Если что Если в такое время Говорят Даже на 9 мая Здесь бывает снег В прошлом году был Если приезжаете Вот даже весной Одевайтесь Берите хотя бы Тёплые вещи В машину Вообще Конечно Интересно Посмотрели Послушали Не всё зашло Не всё в записи Конечно Приезжайте Сами Посещайте Экскурсию Так будет намного Интереснее Фильм очень Такой Патриотичный Показывает Пятиминутный Вот Ну Сейчас Здесь Как вы видите Всё в тумане Хотели показать вам Сегодня виды На Ялту Но Не получится Но всё равно Сейчас подойдём Тоже такая Своя атмосфера Интересная Мы здесь Снимали По-моему В октябре Такая Пора Золотая осень Так красиво Мы заезжали Со стороны Луж Ты сейчас Дорога закрыта Вот У нас есть видео Но мы снимали В закрытый клуб Для донов Кто хочет посмотреть А я рекомендую Вот просмотру Там просто вот Час красивейших Видов Становитесь Нашими донами Вконтакте Ссылка будет В описании Пожалуйста Там очень много У нас видео Контента уже Наверное Видео 20 Засняли Эксклюзивных Больше нигде Их нет Слушай Он так шагает Ты посмотри на него Он просто идёт По снегу В тряпочных Кроссовках Кто бы мог Подумать Кто бы мог Подумать Что мы 18 марта Ещё побродим По снегу И где В Ялте Это вообще Здесь На территории Землянки Ну пойдём Посмотрим Это реконструкция Это как бы Ненастоящие землянки В которых были Партизаны Хорошо Немного ниже Здесь Где-то примерно В километре Есть землянки Которые Действительно Использовались Партизанами Я думаю Мы когда-нибудь Там погуляем Обязательно Посмотрим Всё это Настоящее Как оно было Слушай Ну очень Интересная Конечно Сейчас Картина Ялты Вообще не видно Хотя Отсюда Реально Открывается Обалденнейший Вид На Ялту Просто очень Шикарно Мы ещё В своём видео Засняли Такой красивый Закат Да Там закат ещё Был огненный А вот здесь Кстати Восседали Путин и Берлускони Когда приезжали На открытие Музея Партизанской славы И любовались Ялты С высоты Замечательное место Нам в прошлый раз Оно даже Больше понравилось Чем беседка Ветров Которая дальше Кстати Будут маршруты До беседки Ветров А я говорил Об этом Вообще Крымский Национальный парк Оно такое Уникальное место Здесь С двух сторон Сейчас заезд Есть Если С одной стороны Со стороны Алуши Там больше Лиственный лес И вот именно В осеннюю пору Он просто шикарно Выглядит Он какой-то Невероятный Золотой Прекрасный Очень красивый То со стороны Ялты Здесь больше Вечно зелёных Растений С осен В основном Тоже шикарно Здесь В любое Время Года В любую Погоду Даже сейчас Посмотрите Мы с вами Вот этот Снег Туман А вот На этой Сосне Обледеневшие Иголочки Каждая Она просто Блин Какой-то Невероятный Такой Антураж Создает Капельки Просто Класс Вообще Капельки Капельки Ну что, друзья Как я и говорила Сказка Сказка О 12 Месяцах Посмотрите Вышло солнце Только что Мы с вами Гуляли В кроссовках По снегу В тумане А тут уже тепло А тут уже хорошо Согрелся Класс Едем еще На одну Смотровую И по домам Вот она Эта Смотровая Помню Еще эти Сосенки Были Маленькие Маленькие Через них Мы ходили Дальше Еще Сейчас За 5 лет Они Подросли Уже Выше Моего Роста Я Метр Восемьдесят Один Отсюда Открывается Обалденный Просто Вид На всю Ялту Друзья Ну на этой Минуте Мы завершаем Свой Блог Спасибо Что были С нами Посмотрели Это видео До конца Подписывайтесь На наш Телеграм Канал Группу Вконтакте Становитесь Донами Кто хочет Знать Больше Про Крым Но С вами были Крым Лазами местных Ставь лайк Репост Всем друзьям Потому что Новый маршрут Это всегда Классно Новый маршрут Это новое Впечатление Приезжайте Смотрите Все своими глазами Да Даже старый Новый маршрут Всем пока До новых встреч В интернете Пока Друзья Друзья Редактор субтитров